ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как всегда, в это время мы начинаем дневной эфир седьмого телеканала. В студии с вами Татьяна Милинко. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о благотворительном вечере-аукционе. У нас в гостях Елизавета Никитинская и Даниэль Салем, организаторы благотворительного вечера-аукциона. Здравствуйте! Добрый день! Да, давайте по порядку. Вечер-аукцион. Когда он будет проходить и почему он благотворительный? Он проходит 20-го числа в эту пятницу с 8 до 10 по адресу Екатерининская площадь 3, Централ Бар. Почему аукцион и почему благотворительность? Лиза пришла ко мне, потому что ее знакомая заболела. У нее лимфома Хошкина. Это надулярный склероз. И он поражает легкие. Форма рака. Третьей стадии. Девочке 21 год. Анастасии. И я сразу сказал, да, конечно, давай что-то придумаем. У Лизы идея сделать это как аукцион. Да, как аукцион. На котором будут продаваться картины, вещи и всякие услуги. Там, бьюти-индустрия, фотографы. На самом деле мы собрали всех знакомых, кто может как-то помочь. Это сфера и красоты, сфера одежды, сфера любых вещей, которые могут как-то с нами быть связаны. И как мы можем этим поделиться? На самом деле, даже по моему опыту и анализу, мне кажется, благотворительные аукционы, они сегодня более востребованы, что ли. Конечно, хотелось бы, чтобы не было надобности в них. Но, тем не менее, они собирают, если не всю сумму, то какую-то крупную сумму. Я понимаю, здесь речь идет о крупной сумме. Даже если мы будем знать какую-то точную сумму на операцию, все равно это последующая реабилитация, это очень-очень много денег. Все равно какой-то вклад можно будет сделать с благотворительного аукциона. Аукцион, потому что каждый сможет предложить свою цену? Ну да, каждый сможет поучаствовать. Будут различные лоты разной начальной стоимости. И у каждого будет возможность, вне зависимости от его материального состояния, принять участие и помочь Насте. Плюс мы это делаем в формате не грустного мероприятия, а это вопрос того, что можно с улыбкой и с радостью помочь человеку. Если есть такая возможность, почему бы и нет? Борьба за жизнь не может быть грустной. Вот именно. За здоровье. Да, поэтому мы из этого делаем более как мероприятие такое, чтобы это было весело, и чтобы это не было утомительно, скучно, и не все думали, мы здесь собрались, такая грустная тема. Наоборот, мы все собрались, чтобы помочь человеку, что может быть веселее. Поэтому в такой формат мы выбрали. Настя сейчас в Израиле находится. Да, она сейчас находится на обследовании. Это ваша подруга? Ну, это моя знакомая, да. Я захотела ей хоть как-то помочь. Я учусь, и благодаря своим друзьям и знакомым, которые меня поддерживают, получается такое мероприятие. Не знаю, даже если она знает об этом. Ну, я ей уже об этом говорила, да. Я ей говорила, она мне постоянно пишет спасибо, тоже выставляет у себя на странице, ну, чтобы максимально привлечь людей к данному мероприятию. 21 год. Вы знаете какие-то подробности? Она узнала о своей болезни недавно сравнительно, да? Мне кажется, что... Да, совсем недавно. Да, это где-то 4 недели назад, месяц, да, где-то вот так. То есть все это нужно экстренно проводить, правильно? Вы видите счета сейчас на экране. Если даже не получится у вас посетить благотворительный аукцион, то у вас есть возможность помочь девочке таким образом, перечислив пусть даже 10 гривен. Зачастую эти деньги тоже играют свою роль и очень большую роль, потому что когда нас много, то и сумма, соответственно, становится больше. Ну, давайте привлекать внимание больше к аукциону. Итак, перечисляем. Кто будет? Дизайнеры. Знаю, что будут. Дизайнеры. Какие? Слоны красоты. Нет, давай, подождите. А, какие дизайнеры? Конечно. Это вот. Нам же надо, чтобы пришли люди, чтобы знали, на кого они идут. Допустим, Руслан Богинский предоставил свой головной убор. Личный. Личный, да. Стэш, одесский бренд. Он недавно открылся, да, и у них действительно очень интересная одежда. Капсула с очками, бренд тоже украинский, новый, модный. Их очень много, на самом деле. Да, там очень много, там их более 25 брендов, которые что-то по чуть-чуть, кто-то 10 единиц, кто-то одну, но предоставил. Так, кто еще? Салоны красоты, вы говорили, есть, да? Да. Или какие-то бьюти, сфа и прочее. Тоже можно будет приобрести услугу, да? Они дают минимальные цены, и вы можете торговаться, верно? Кто еще? Художники. Художники — это одесситки молодые, которые талантливые, которые учатся. Кто-то из них, возможно, состоит уже в каких-то ассоциациях художников, кто-то нет. Я, ну, брала все, что дают. Все, что вот рисуют. Ну, потому что Лиза, да, учитывая, что ее намерение очень, действительно, хочется просто помочь, я просто видел, как они этим занимались, они обзванивают всех. То есть они просто берут список всех знакомых и обзванивают. Не важно, они не думают, знакомы они с этим человеком или нет. Они просто обзванивают и говорят, помогите, возможно ли вы что-то предоставите нам. И действительно, по-моему, все отзываются, все говорят, да, конечно, поможем. И я думаю, что Лиза даже не успевает записывать, кто это. То есть я потом, поскольку я буду еще и вести этот вечер, я потом получу этот список и сам буду в растерянности. Но я думаю, что мы разберемся в конце концов, и мы будем знать, кто что дает. И на самом мероприятии уже будет более понятен весь список и будет огласован. Согласован. Вот. Но изначально договоренность такая, что предоставляют по какой-то минимальной цене, да? Да, минимальная, нам предоставляется минимальная цена. А дальше уже моя задача сделать так, чтобы этот лот продался с максимальной ценой, ценой, дабы собрать больше денег. То есть, например, если это картина, по-моему, будет картина Одессы, молодая художница будет предоставлять. То есть если она продастся за 50 гривен – ура, за 100 гривен – еще ура, за 150 – еще лучше. То есть тут уже будет зависеть от того, сколько людей придет и насколько интересно будет предоставлена сама картина. Я знаю, что уже создана даже страничка в Инстаграме, то есть тех лотов, которые есть. Расскажите о ней, где ее можно найти и посмотреть. Она выставлена на мероприятии в Фейсбуке, во всех соцсетях. Я стараюсь ее людям показывать, чтобы видели, что уже на сегодняшний день мы имеем для продажи, для сбора этих средств. Ближе к пятнице уже будет полностью все выставлено. Это услуги, опять же такие вещи. Люди могут их увидеть, размеры, цвета. Название странички скажите. С миру по нитке ОД. Еще хочу вас спросить, нужно ли регистрироваться предварительно? Потому что, я так понимаю, может наполниться весь зал желающих. Это, конечно, будет хорошо. Но нужны ли какие-то номерки, как я себе представляю, аукционы? Нет, мы параллельно сделали платный вход с восьми до десяти. Поэтому единственные люди, которые там будут, это именно те, которые пришли на сам благотворительный вечер. Номерки не нужны. Это свободный вечер. То есть нету... То есть кто-то может стоять, кто-то может сидеть, кто-то может выкрикивать из другой части зала. Поэтому нету настолько большой официальности и привязанности к этому. Есть уже желающие? Вот есть какой-то отклик? Да, конечно. Все очень хотят, учитывая, что у меня есть благотворительный фонд выходной бонифации. И мы давно занимаемся тем, что мы как-то пытаемся кому-то помочь. И у Лизы очень много знакомых. Да, ребята спрашивают, ребята интересуются, потому что девочка достаточно молодая и, ну... И каждый, да, хочет от себя хотя бы что-то принести. Расскажите о Насте чуть больше. Чем она занимается? Чем она увлекается? Она учится. Учится она в Польше. Училась. Так получилось, что с ее проблемой ей пришлось приехать в Одессу. Ну, девочка достаточно интеллектуально развитая, умная, интересная, красивая. Красивая. Да, очень красивая девочка. Ну, мне лично очень захотелось хотя бы как-то, подчеркиваю, ей помочь, да, ну... Мне просто, да, сам факт того, что 21 год и... Знакомая девочка, с которой, ну, виделись, пересекались, сидели. И вот у каждого может быть, не дай бог, такая ситуация. Часто еще бывает такое, знаете, что благотворительные фонды больше помогают детям, маленьким детям. Более взрослые люди, они, к сожалению, уже как-то сами на себе больше. Мы понимаем, что, ну, в моей части, я знаком с болезнью рака. Это действительно не самое приятное, что может произойти. У каждого есть кто-то, кто болеет чем-то. То есть на данный момент в нашей ситуации, да, то есть произошла вот эта вот цепочка, там, шести рукопожатий, или как это называется. То есть как-то мы связались, вот есть знакомая, почему бы и нет. Мне кажется, мы призываем просто к тому, что если вы знаете, что кто-то болеет, ничего сложного не... Ну, это очень легко и просто помочь. Вот, мне кажется, мы... Ну, я пытаюсь вот это больше доказать, что... Ну, показать то, что можно помочь в любой ситуации. Даже если ты принесешь карандаш, который можно продать. Но ведь предыдущие уже были такие благотворительные аукционы. И ведь действительно собиралась сумма нужная, да? Да, можем вспомнить большие аппараты, я не помню, как они точно называются, которые тоже приобретали для маленьких детей. И все это, в принципе, окупалось. То есть действительно сегодня людям интересно прийти, дать деньги не просто так, там, даже не на благотворительность, просто, а еще и что-то унести с собой в память о том, что ты что-то сделал. А может быть, еще и использовать? Учитывая средства массовой информации, как можно сейчас легко передавать всю информацию благодаря интернету, почему бы этим не воспользоваться? Ведь он же есть, там, может, этот интернет. Значит, наверное, можно им пользоваться во благо. Давайте еще раз напомним, где, когда, где можно почитать более подробную информацию, собрать. Давайте еще раз напомним об Инстаграме. В общем, все полностью попробуем собрать. В эту пятницу, 20 апреля, Екатеринская площадь 3, ресторан «Централ бар» с 8 до 10. И в Инстаграме... Да, в Инстаграме страница «С миру по нитке ОД» и в Фейсбуке, на моей личной странице, вы можете увидеть мероприятие и точное основное время, место, всю более детальную информацию. Там есть также ссылка на эти лоты. Спасибо большое, что пришли к нам. У нас в гостях Елизавета Никитинская и Даниэль Салем, организаторы благотворительного вечера аукциона. Ищите информацию в интернете, более подробные счета вы видели у нас, на нашей плашке, нашей программы. Это был дневной эфир 7-го телеканала. В студии провела его с вами Татьяна Милимко. Всего доброго вам и берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова